Итак, мы подошли к заключительному этапу сборки розы. Приготовьте все детали, бутонные стебли, чашелистики, ветки с листьями, шипы. Для сборки чашелистиков понадобится зеленая проволока диаметром 0,3-0,4 мм. Для последующей сборки зеленая флористическая лента. Возможно, пригодятся инструменты, клей ПВА и кисть. Начнем с чашелистиков. Продумайте, в каком порядке их крепить. Чередуйте длинные, короткие, толстые и тонкие чашелистики. Освободите около метра проволоки для сборки и закрепите конец в катушке. Берем розу и начнем крепление чашелистиков при помощи проволоки. Но сначала я выбираю место, где лучше всего начать прикреплять первый чашелистик. И вот мне кажется, что это лучше всего сделать именно здесь, потому что вот эти лепестки находятся чуть ниже, а вот этот вот один-единственный чуть-чуть повыше. И чтобы вот здесь потом не было такого промежутка, так я начну крепить здесь. И чтобы еще ближе чашелистик подходил к лепестку, я продену проволоку вот таким образом. Сейчас я изогну проволоку, чтобы она лучше проделась. Так, значит, этот конец я располагаю вдоль стержня. Можно вот так пару витков еще сделать, чтобы закрепить его хорошенько. Так, и вот у нас уже, видите, рабочая проволока для сборки идет вот прямо от основания вот этого лепестка. Так, беру первый чашелистик. Смотрите, у нас здесь был комбинированный каркас, то есть внизу изнанка, сверху лицо. Не забудьте, что прикрепляем мы именно изнанкой к лепесткам. Сразу же отгибаем вот так ножку под углом 90 градусов, а вот этот вот конец, где лицо у чашелистика, он будет как раз отгибаться наружу. Так, вот подставляю прямо вплотную к лепесткам. Вот проволока идет отсюда и прямо будет вплотную притягивать чашелистик к тому месту, откуда она выходит. Так, раз, два витка достаточно. Я пока не буду их вот так вот отгибать, да, как они должны быть, пока пусть в сторону смотрят, чтоб не мешались. Так, берем второй чашелистик, тоже так же отгибаем его ножку и прикладываем изнаночной стороной. Раз, два. Ну и так далее, пока все пять чашелистиков не будут равномерно распределены по кругу. Четыре уже есть и остается как раз место для еще одного. После того, как чашелистики прикреплены, я вот здесь вот плотно держу, чтобы проволока не распустилась. И сейчас я еще подрежу некоторые концы проволочные, которые примерно одной длины, чтобы уменьшить толщину стебля. Ну вот, все достаточно. А теперь, чтобы закрепить сборку, делаю проволочную обмотку вниз примерно на пять сантиметров. Ну, достаточно такие не слишком частые, не слишком редкие витки, примерно через каждый один максимум два миллиметра. Таким образом, все вот эти вот ножки фиксируются на своих местах и потом чашелистики не будут двигаться в разные стороны. Так, ну все, когда чувствуется, что все зафиксировано на своих местах, вот видите, они уже не шевелятся. Твердо держатся на своем. Так, и теперь берем вот ту самую первую проволочку, рабочую зеленую, и скручиваем оба конца вместе. Так, все, теперь уже можно отложить и отрезать. Так вот, все, работа зафиксирована. Дальше будем покрывать флористической лентой. Отмеряю сразу около метра или чуть больше флористической ленты. Хорошо ее растягиваю и складываю вдоль пополам. Если лента с одной стороны более липкая, с другой стороны менее, то складывайте на нелипкую сторону, чтобы липкая сторона осталась снаружи. Иначе она просто склеится и не будет работать как положено. Так, берем розу и начинаем прикреплять вот примерно в том месте, где кончается проволочная обмотка. Вот такими вот нечастыми тоже витками. Снизу вверх. Дошли до чашелистиков. Вот здесь, смотрите, если просто так обойти по низу чашелистиков, то получится, что видно, в некоторых местах просвечивает проволочка сверху ленты. Поэтому можно, смотрите, вот так взять, отогнуть чашелистик и пройтись над ним. Вот, потом чашелистик загибаем, ставим на место. И дальше смотрим, где еще необходимо сделать точно так же. И таким образом, кстати, чашелистики тоже еще лучше зафиксируются на своих местах лентой. И будут надежнее стоять на своем месте. Так, ну и все. Когда все покрыто, то дальше просто делаем еще как минимум один или два оборота прямо под чашелистиками. И потом начинаем потихонечку спускаться к низу. И смотрите, чтобы тут тоже не было резкого перепада, чтобы все было плавненько. То есть, если получается резкий перепад, то лучше ленту несколько раз, ну как бы почаще, класть слой на слой, чтобы заходил. Вот тут, например, видите, вот здесь такой небольшой перепадик из-за проволоки, поэтому я несколько раз проложу ленту. По мере необходимости растягиваю ленту и продолжаю складывать ее вдоль пополам. Когда мы уже достаточно покрыли, можно чашелистики расположить вниз, чтобы было видно, где они заканчиваются. И примерно там, где заканчивается один из самых длинных чашелистиков, будем крепить первый шип. Еще контролируем такой момент. Вот где у нас лицо роза, туда будет и располагаться шипик. Можно чуть влево или чуть вправо, но главное, чтобы не сзади, иначе его просто будет незаметно. Так, ну я, пожалуй, сделаю вправо, потому что у меня первая веточка пойдет влево, чтобы они как бы не спорили друг с другом. А, смотрите, как прикрепляем шипы. Значит, подкладываем его вот таким образом, естественно, вот эта фиолетовая вниз и изгиб тоже, шипа, будет направлен вниз. А верхняя проволочка, которую мы уже загнули, она будет располагаться вдоль стержня. Чуть-чуть вот так вот отгибаем вверх шип, чтобы он нам не мешал делать сборку. Раз, прикрепили. Два. Все ниже и ниже. Три. Четыре. И вот теперь шип можно поставить вот так на место. И видите, как раз следующий виток будет проходить по вот этой вот проволочке, по нижней, и закрывать ее. Так, раз. Два. И пошли дальше покрывать. Вот видите, первый шип готов. Дальше у нас будет располагаться первый листик с отростком. Опять же, я ориентируюсь не по сантиметрам, а по внешнему виду. То есть вот здесь, если он будет, то это, пожалуй, высоковато. Можно еще чуть-чуть ниже отпустить, чтобы вот листик не спорил с чашелистиками. Иначе он просто в них запутается и сольется с ними. Подкладываем листик и снова смотрим. Причем, смотрите, у листика нужно будет оставить ножку небольшую, примерно один сантиметр, не больше. Тоже либо 0,5 либо 1. По-моему, вот здесь уже хорошо ему начаться. Так, если еще ниже, то уже далековато. Вот здесь тогда я креплю. Роза тяжелая, поэтому иногда удобнее положить ее вот так вот на стол и спокойненько прикреплять в таком положении. Так, и смотрите, сразу после крепления листика, вот я еще только один оборот сделала, можно уже взять и прикрепить второй по размеру шип. Прямо вот в этом месте, в месте соединения листика и стебля. Ну и он как бы будет собой прикрывать это место. Раз, два, три, четыре. Теперь отпускаем и покрываем сверху. Порвалось, ничего страшного. Просто прикрепляем ее в этом же месте, где порвалось. Или вот так можно лучше внахлёст, то есть чуть ниже и закрепить витком сверху. Теперь покрыли еще немного вниз. Берем следующую веточку, подставляем и смотрим. Так, можно ее расположить здесь, можно чуть ниже. По-моему, вот здесь даже красивее. Как-то они сразу так, хоть и прикреплены на разных уровнях, но листики расходятся так красиво. Вот здесь только закончились чашелистики и сразу листики начинаются. Можно еще один виток вниз. И вот в этом месте крепим. Сразу же отгибаю ножку. Здесь тоже будет небольшая, где-то один сантиметр ножка у веточки. Так, здесь смотрите, прикрепила один раз. Здесь надо еще отросточек добавить. Прямо вот сюда, чтобы он тоже как бы шел от ствола. И у него тоже нужно оставить небольшую ножку, но не больше 5 миллиметров. Совсем небольшую, чтобы она не смотрелась потом как палка. Так, и теперь смотрите, надо еще куда-то добавить шип. Здесь уже, считайте, идет вправо, тут немножечко влево. Поэтому третий я бы расположила сзади. Берем следующий по размеру шип. Также начинаем с крепления его верхней проволочки. Которая уже направлена к низу. Подставляем, прикрепляем. Так, проверяем достаточно. Теперь, значит, проходим ленты поверху проволочки. Ну и дальше вниз. Так как у меня уже лента закончилась, я ее докручиваю и потом возьму новую. Но сначала посмотрим, куда прикрепить следующую ветку. Ну и я думаю, так как эта веточка идет влево, эта вправо, то следующая может идти либо сзади, либо вот так вот немного вперед. Я думаю, расположу ее сзади. Как-то мне так больше нравится. Но если вперед, то тогда ее нужно будет вот так вот отогнуть посильнее, чтобы вот эта вот изнанка не смотрела на зрителя, так сказать. Ну и где-то вот на таком уровне. И тоже у нее будет небольшая ножка уже один или полтора сантиметра. Так, сейчас я еще подумаю, куда расположить. Все-таки я решила расположить третью веточку спереди. Поэтому я ее еще посильнее отгибаю. То есть этот листик будет почти что вниз смотреть. И примеряю, куда же ее прикрепить. Ну получается, что если вот так, смотрите, то тут и явно вот эти листики друг другу мешаются. Если еще ниже, то тут явно уже слишком большое расстояние. Ну то есть крепим где-то вот, вот только вот этот закончился. Буквально один палец расстояния и начинается следующий. Поэтому я беру еще ленту. Опять не меньше, чем метр, даже больше можно. Хорошо растягиваю, складываю вдоль пополам. Закрепляю сначала конец ленты снизу вверх. Потом делаю виток на месте и иду вниз. Это самый надежный способ крепления ленты после того, как она оборвалась или закончилась. О, где-то вот так. Делаем раз цветок. Кстати, еще очень часто, особенно уже в бокаловидных розах, я использую еще вот такой вот приемчик. Ну чтобы закрепить дополнительно вот эту ветку, чтобы она уж точно никуда не шаталась и не сдвигалась. Ну кроме того, что очень сильно затягиваю, сделали раз виток, а второй пропускаем вот сюда вот между стеблем и веткой. Вот. И тоже хорошо затягиваем, но так, чтобы не порвать только ленту. И после этого снова проходим как бы вот здесь вторым слоем, чтобы закрыть вот это место, чтобы не было видно проходящую вот здесь ленту. Проходим вот так прям по ней. Ну и дальше уже все вниз, вниз, вниз. И получается, что крепление листика, каким образом оно было сделано, вот в этом месте совсем не видно. Вот тут как раз самое время прикрепить следующий шип. Так, если предыдущий крепился сзади, то следующий будет опять спереди. Уже можно прямо ровно-ровно, ни влево, ни вправо, а именно вперед. В то же время надо его еще так расположить, чтобы вот эта веточка не загораживала его, то есть чтобы листик не загораживал. Вот так вот. Еще такой момент, чтобы не утолщать слишком сильно стебель. Кроме того, что опять же хорошо натягиваете ленту, делайте, не топчитесь на месте, то есть не делайте один виток поверх другого, да, там по десять раз на одном месте. А каждый раз все вниз, 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 то есть как по спиральной лестнице. Так, теперь смотрите, берем следующий лист, скорее всего он пойдет куда-то сюда, то есть как бы по диагонали и назад. Потому что здесь и так уже скопление листиков, а вот здесь, видите, как раз пусто, надо эту пустоту закрыть. Так, сразу же отгибаю у него ножку, вот так вот плавно, то есть не резко, да, под углом 90 градусов сразу ее ломаем, а плавненько. Как бы вот она должна будет идти от стебля и потом раз-раз-раз чуть-чуть так под углом 45 градусов пойти вот туда в уголочек. Так, и тоже у нее будет уже ножка совсем небольшая, но уже больше, чем у предыдущих, где-то полтора, максимум два сантиметра. Так, подставляем, тоже можно проверить. Так, может быть чуть-чуть пониже, может быть сюда, как-то чтобы листики друг друга не закрывали. Ну, наверное, вот так самое идеальное, как уже у меня есть, как уже остановилась я так и хорошо. Так, и сразу же нужно не забыть прикрепить шип. Смотрим, куда его лучше. Тут был, тут был, там был, здесь, либо сюда, либо сюда. Ну, и надо еще предполагать, что следующая веточка у нас пойдет в эту сторону. То есть, чтобы шип не упирался прямо в следующую ветку, наверное, лучше его все-таки сделать вот влево. Так, подкладываю. Так, сейчас, пожалуй, я остановлюсь, чтобы сделать замерку для последнего листика. Нет, вот тут, смотрите, они как-то все в одной куче собрались. Это еще рано, надо еще чуть-чуть поменьше, пониже, то есть. Итак, отгибаю ножку у листика. Мне вот хочется, чтобы листик был где-то здесь. Ну, как-то тут получается такое густое скопление листьев, вот тут прямо они упираются, и поэтому я сделаю такую маленькую вещицу, что вот так переведу его на другую сторону. Ну, обычно я такого не делаю, но вот тут как-то просится. И теперь, видите, лучше этот лист занял как будто бы свое место, а этот лист встал на его место. В общем, вообще отлично получилось. Так что так я и закреплю. Ножку у листика делаю не больше, чем два с половиной сантиметра. Три это вообще максимум. И то при условии, что она не сразу отходит от стержня, от стебля, а сначала идет как бы вдоль него, и потом только потихонечку отклоняется. Так, сейчас дополнительно закреплю вот таким вот методом. Потому что это все-таки самая большая ветка. Здесь это прям надо. Так, ну и все. И не забываем про шип. Пусть он будет вперед направлен. Ну и все, и теперь просто нужно покрыть стебель розы до самого-самого конца. Если проволочки от некоторых веток длиннее, чем основной стержень, то их нужно подрезать прямо вплотную, чтобы они такой же длины получились. Но для этого лучше, конечно, использовать плоскогубцы потолще. Ну и все, можно дальше продолжать сборку. Кстати, когда скручиваете, смотрите, чтобы вот эти вот стержни как можно лучше вот здесь располагались по кругу, и чтобы стебелек получился круглый, а не какой-нибудь там плоский или квадратный. То есть их нужно прямо распределить, проследить за этим. Так, я дохожу до конца стебля. И здесь уже, смотрите, у меня лента не сложена пополам. Здесь как раз хорошо, чтобы она была в расправленном виде. И нужно обогнуть основание стебля. Вот таким образом. И начать подниматься снизу вверх. И вот этот конец как раз нам пригодится, чтобы еще покрыть стебель снизу вверх. Сейчас я снова возьму ленту. И дополнительно покрою стебель уже не в сложенном виде, а в расправленном. Вот можно прямо начать с того места, где заканчивается шип. Это дополнительно сделает стебель внизу потолще. У натуральной розы к низу он утолщается. Низ стебля можно еще оформить вот таким вот способом. Это дополнительно сделает его еще толще и более гладким снизу. То есть я вот так беру, рву ленту на несколько частей. И вот так вот огибаю низ стебля. Потом беру еще несколько частей. Хорошо растягиваете ленту, а потом уже прикрепляете. Так, и здесь уже, если первый раз я вот так вот делала сзади и снизу, ой, и сверху, сзади и спереди, то есть, то теперь с боков. Так, и вот сейчас будем покрывать дальше продолжать вот этой вот лентой в том месте, где заканчиваются концы отрезков. И видите, как раз к самому низу стебель начал расширяться. Снизу снова огибаем конец стержней ленты и снова поднимаемся снизу вверх. Ну и так можно делать до тех пор, пока у вас не получится очень красивый естественный стебель. И уже по завершении можно дополнительно закрепить вот этот вот конец клеем ПВА. Ну, в принципе, эта лента очень хорошая, липкая. Но иногда бывает, что, знаете, вот этот кончик будет постоянно отклеиваться и отклеиваться, поэтому лучше в таком случае приклеить. Ну, то есть, буквально чуть-чуть капнули и покрыли и дали высохнуть. Итак, давайте произведем замеры, чтобы быть более точными, на каком расстоянии находятся листики. Вот, смотрим сначала от основания розы до первой веточки. Это ровно 10 сантиметров. Причем первый, самый мелкий шип располагается где-то посередине, то есть на расстоянии 5 сантиметров от верха. Потом вот эта вот ножка листика примерно 1 сантиметр, ну плюс-минус там 2 миллиметра. Дальше ножка следующей веточки где-то 1,5 сантиметра, а ножка маленького отростка 5-7 миллиметров буквально. Сами веточки располагаются на расстоянии примерно 2,5-3 сантиметра друг от друга. Дальше следующая, третья ветка располагается на расстоянии 3,5-4 сантиметра от вот этого места, от того места где крепится отросток. И ее ножка составляет где-то 2,5 сантиметра. 2-2,5 сантиметра. Потом между третьей и четвертой веточкой 3 сантиметра. И ножка четвертой веточки составляет 2 сантиметра. Между четвертой и пятой веточкой 5 сантиметров, ну примерно чуть больше там 5-2 сантиметра. И ножка последней пятой веточки составляет 2 сантиметра. Ну можно сделать 2,5, то есть это пожалуй максимум. И это еще не все. Нужно еще сделать самое главное, оживить розу. Придать форму каждому листику, чашелистику, лепестку, веточкам, в общем всему-всему, чтобы роза смотрелась натурально, живо и красиво. Так, вот некоторые чашелистики я буду загибать вот так вот побольше, чтобы они как бы заходили на бутон. Потом уже отправлялись к низу. И самый кончик, например, еще вот так отогнуть. Некоторые будут, вот видите как здесь уже сделано, просто вот такой вот плавной дугой без отогнутого кончика. Некоторые будут подлиннее, некоторые покороче. Так, теперь поправим веточку. Чуть-чуть слегка ее отогнем от стебелька. Потом сам листик тоже нужно изогнуть. Либо он уже у вас может быть изогнут, если вы придали форму листикам в процессе сборки веток. Потом вот эту веточку также отгибаем слегка. Вот эти листики уже у меня изогнуты. Отросток также направляем в нужную сторону. Здесь я обычно отгибаю слегка вот так от стебля. Потом наоборот вот сюда вверх. Потом опять наружу. Ну и самый кончик можно тоже еще слегка вверх. Но это все зависит от задумки тоже в какую сторону вы хотите, чтобы смотрели листики были повернуты. Так, вот эти сами тоже изгибаем и придаем им форму. Да, у меня такое плотное уже плетение. Плюс очень твердая проволока, что даже бисер иногда вот так вот трещит. Особенно рубка. Так что осторожно надо с этим быть, чтобы не сломать все. Потому что слишком, ну в общем-то это по вкусу, можно посильнее делать изгибы. Можно понежнее, поплавнее. И да, самое главное здесь, руки при этом должны быть чистые. То есть, если вы только что работали с лентой и сразу же начинаете переходить к приданию формы, то нужно сначала протереть руки очень хорошо, а салфетку или ткань, чтобы вот весь вот этот клей, остатки клея от ленты убрать с рук. Иначе вы запачкаете бисер и он станет мутный и не такой блестящий. Сейчас мне уже больше нравится. Так, и сам стебель тоже можно аккуратненько изогнуть. Только это нужно сделать не сильно, а плавно, чтобы не искривить ствол. Ну, либо сразу стержню можно придать не прямую, как палка форму, а слегка изогнутую. Например, вот здесь вот, чтобы роза не смотрела ровно в потолок, да, а слегка как бы склоняла голову в нашу сторону, либо там чуть-чуть в бок по диагонали. Вот здесь делаем изгиб такой плавный. Потом дальше, значит, в другую сторону наоборот вот так отгибаем. Потом, например, опять вот так вернуть надо в положение. И также можно из стороны в сторону. То есть, если сначала, например, вот сюда она, потом наоборот обратно вот так, и дальше опять сюда. Ну и также надо предполагать, как она будет стоять в вазе, чтобы наклонялась именно в ту сторону, куда вы хотите. Вот, в принципе, и все. И еще небольшой совет. Если бы я стала делать букет таких роз, я бы не делала их все абсолютно одинаковыми, а что-нибудь бы в каждой изменила. Например, в одной я сделала бы листики чуть помельче на одну или две пары дуг от самого первого до самого последнего. Ну, кроме разве что вот этих вот отростков, потому что, например, самый маленький отросток, он и так состоит из двух пар дуг, да. Ну, поэтому можно уменьшить максимум на одну пару. Также можно изменить схему чашелистиков. Например, в этой розе пять чашелистиков. Два из них более тонкие по две пары дуг и три более широкие по три пары дуг. Можно сделать наоборот. Три узких, три широких. Либо сделать все узкие. Тогда чашелистики будут смотреться намного мельче, но в то же время бутон тогда будет крупнее. И это уже как бы такое существенное отличие. Можно изменить схему шипов. Не делать, например, самые крупные, да, а сделать только два таких мелких, потом два вот этих вот, тоже небольших, и два вот этих средних. И вот уже получится шесть шипов. Ну, можно сделать, например, при желании и семь шипов или пять. Также можно растянуть веточки по стволу. То есть, у меня вот сейчас компактная такая сборка. То есть, небольшие расстояния между ветками, а можно их сделать побольше. Например, вот эту крупную ветку можно было бы прикрепить вот здесь вот ниже, так чтобы она даже уходила в вазу. И потом уже выходила вот здесь, прямо там, где начинает расширяться ваза. Ну и, соответственно, тогда все остальные будут более растянуты по стеблю. И тогда роза получится чуть-чуть более вытянутая, более стройная. И когда вы уже будете составлять букет, то, во-первых, листья не будут друг другу мешать. А во-вторых, они будут располагаться более так равномерно и заполнять, например, какие-то пустоты. Внизу, например, или сверху, если особенно сделать, например, у какой-то розы поменьше чашелистики, но повыше начать крепить первую ветку, то есть вот в этом месте уже будет заполнено пустое пространство. Также можно сам бутон чуть-чуть изменить, например, оставить то же самое количество лепестков, но также уменьшить на одну или где-то на две пары дуг, особенно у самых больших. Тогда бутон получится чуть мельче, ну, соответственно, тогда у него надо уже менять и чашелистики, и листья. С такими уже вряд ли он будет смотреться хорошо. Либо можно изменить схему бутонов, сделать 8 лепестков или 7, и мы будем такой вариант рассматривать в следующем мастер-классе, посвященном свадебному букету из бокаловидных красных роз и белых лент. Я думаю, букет будет очень красиво смотреться. Да, и можно, кстати, еще играть с цветом и оттенком, то есть делать не все абсолютно вот такие одинаковые. На вторую розу взять, например, покраснее или там потемнее оттенок красный, листья тоже потемнее или наоборот посветлее, в общем, или вообще другой фактур, если здесь это все у меня прозрачная с радужным блеском рубка, можно брать парчевую, можно брать непрозрачную, соединять это все в одном букете. Можно, чтобы это были небольшие нюансы, тогда будет вообще почти незаметно, но уже в общем и целом художественный образ будет достигнут и будет еще более натурально и живо смотреться. Некоторые листики, например, которые будут потемнее, они как будто бы в тени оказались. То же самое бутоны, некоторые, которые светлее, они на свету и так далее. Тут уже фантазии нет предела, фантазия безгранична. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова